Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс. И сегодня у нас супер острые, супер горячие сплетни новости, которые нам необходимо обсудить. Поговорим про Маши Шейхин с две Маши. Очередная лесбиянка продана с потрохами Кремлю. Поговорим про лицемерие. А на лицемерие Катю Гордон мы сейчас поймали. И сделаем это в этом видео очень красиво. Поговорим про Ольгу Шу, ассистентку Александра Рогова и патриотизм головного мозга и тридиную Русь. Все в сегоднях них сплетник, но самое важное. Поговорим, конечно, про Листермана, любовь молодую Гриши Лепса и все это безобразие. Поэтому схватили то, что вы там пьете. Нам больше всего не обсудить. Теперь хочу извиниться за ужаснейший звук на моем вчерашнем видео. Узнали уже, когда отдали в монтаж. Абсолютно кошмарнейший звук. Но, извините меня, человек оркестр, я работаю один. И, к сожалению, вот такие проколы, они случаются. Дорогие мои сплетники, у меня прислали интересную информацию про Машу. Машу Шейх. Это она одна из участниц две Маши. Во-первых, конечно, попали слухи, что она вступила в брак. Давайте немножко размышляем в этом направлении тоже. Маша тщательно скрывает свою личную жизнь. И очень странным был ход на странице в инсте Евы Власовой опубликовать пост с вопросом, что изменилось в Маше. Типа ее артист, а Шейх продюсер, да? Хотя для всех давно не секрет, что продюсер она номинальный. Весь этот праздник оплачивает муж Евы, в том числе и дружбу с Шейх. И здесь, конечно, немножко начнем про отношение Маши Шейх к собственным фанатам, к собственной фанатской группе. То есть происходит какая-то непонятная личная для меня трансформация. Вот пишет нам Пташка. Пташки, это вы, дорогие мои сплетники и сплетницы, которые прилетаете ко мне в директ моего инстаграма или телеграма. Есть информация абсолютно анонимно, а мы здесь все потом это обсуждаем. Не знаю, интересно или нет, пишет мне Пташка, но самые ярые ее поклонники-защитники отвернулись от нее из-за очень некрасивого поступка на последнем сольном концерте. У нее сформировался новый фан-клуб «Банда Маша», которые стали в первом ряду на концертах там какие-то перформансы с конфетти устраивать. Хейх в соцсетях утих. Она пустила побоку старых фанатов с разных городов, которые рвали из нее горло несколько лет. На последнем концерте запустила задолго до начала через випку новую группу поддержки. Остальные уже ненужные поклонники стояли в очереди, которые заняли в 10 утра, чтобы стоять у сцены на концерте. Вечером на следующий день в ее чате телеги «Шумчат» начался самый настоящий кошмар. Оказалось, что «Банда Маша» с собой еще и взяли фан-клуб этой самой Евы и протащили все это через черный ход. В итоге поклонники из обиженных сыречков выкатили комментарий под пост, а понеслась. Шейх снесла чат полностью и закрыла комменты, так как правды очень боится. И вот здесь у меня интересный момент. Во-первых, трансформация Маши непосредственно. Значит, его заметили, у нее на пальце обручальное кольцо. И поздравили Машу с замужеством в комментариях, пишет мне Пташка. А она приняла поздравление, поблагодарив. Несколько недель раньше Маша делала вброс в своем инстаграме в рубрике «Вопрос-ответ», что ее часто звали и зовут мужчины замуж. Резко начала изображать из себя гетеро. Хотя Маша из-за этого самого дуэта, она известная лесбиянка. И здесь, ну, просто уже не нужно особо глубоко копать и додумывать. Это известный факт. Это факт. Значит, изображает она из себя гетеро. Маша полностью ушла в провластную позицию. Лезет на первый канал всеми силами. Уже пела дуэтом с Крауловой песню группы «Тату». Нас не догонят на одной сцене с «Шаманом». Вводит дружбу только с полезными ей людьми. Шлягова, Диктор Андреева, Бондарчук, Блин, Барановская, Агутин и Долина. Посмотрение новый клип «Мама, я танцую 2.0». Кринжана валивает в потугах вернуть былую популярность от Борнова. И здесь, конечно, вот эти вот у меня мысли, они меня абсолютно не отпускают. Ребят, вы только представьте себе, да, кто-то говорит, почему ты постоянно упоминаешь людей и в контексте их ориентации. Я объясню простую вещь. ЛГБТ-комьюнити в Российской Федерации подвергается абсолютно ужаснейшим гонениям. Это чистая правда. Если вы официально заявляете, что вы представитель ЛГБТ, значит, вы официально по закону, есть такой закон, вы становитесь экстремистом, так как вы заявляете о своей принадлежности к экстремистской организации ЛГБТ. И поэтому здесь у меня огромные вопросы как к Саше Рогову, так и вот, например, к Маше Шейх. Группа же развалилась, правильно? И вы помните, обсуждали все давным-давно еще, только в начале войны это было. Вот в этом видео, по этой ссылочке можете пройти, посмотрите, прям серьезная была драма с этой самой Машей Шейх. И вот сейчас, ребят, меня не отпускает вопрос, как может быть такое Зазеркалье, как оно, в принципе, может существовать, такие люди, как Басков, Киркоров, Манучаров, Маша Шейх, Алена Блин, которые 100% работают по повестке, которые 100% отрабатывают кремлевскую эту самую повестку, сами являясь представителями ЛГБТ, которые продолжают подмахивать к кремлевской диктатуре. Для меня это ступор, который меня не отпускает. Это просто предательство своих же фанатов. Но опять же, фанаты на то они и есть, что им это самое сделав глаза, они скажут, что это божья роса. Отвратительно в этом все. В этой новости, ребят, отвратительно все. А вы знаете, после нашего вчерашнего видео, повторюсь, мы говорили про Ольгу Шу. Это личный ассистент и тоже стилист Александра Рогова. И вот мне сегодня присылается интересная информация. Антон, привет! Смотри, у тебя уже много лет, и в первые дни войны, когда ушли все развлекательные повестки, ждала твоих выпусков, как свежий воздух. Спасибо, милая моя, ты супер. Сейчас смотрю новый выпуск про Шу. Это сестра Антона Шуранова. Он держит цветочный магазин с бешеным ценником для богатых. Дядь и тетя, проверь сам. Лавка называется «Собрана в саду». Я видел, знаете, где? Room Tourium, кажется, есть канал. Привет, я знаю, что ты смотришь. И он делал Room Tour по его цветочному магазину. Крутой, очень европейский такой цветочный магазин с очень серьезным, повторюсь, ценником для богатых. Так вот, оказывается, он брат. Этот Антон Шуранов, он брат Ольги Шурановой. Лавка называется «Собрана в саду». В начале войны он уехал в Турцию, но потом вернулся и сошел с ума, пишет Ташка. Стал писать Z-посты и говорить, как он любит Россию, матушку. Все в тусовке крутят у виска и смеются. Но это работает. То же самое про Ольгу Шу. Когда я опубликовал это вчерашнее наше видео, у меня огромное количество людей, которые знают, кто такая Ольга Шу. Они знают, что она живет Европой. Она живет европейским вот этим вот духом. Она обожает Литвинова, она обожает Земфиру, она обожает Кортни Лав и Металлику. Она обожает европейскую моду. То есть в Ольге Шурановой нет ни одной косточки любви к России. Это полностью заточен. И она очень хорошо образована. Она, может быть, самообразована, она очень по-европейски образованный человек. И, кстати, тот самый пост, который мы выкладывали в том нашем вчерашнем видео, этот пост про шамана она удалила. Но там просто навалило кринжа просто выше крыши. А пост про любовь к флагу и родине, она все это оставила. Вопрос. То есть я общался вчера с людьми, которые знают Шуранову, и которые сидели и с таким вот глазами, и смотрели мое видео, и не верили, что вообще происходит. Как такое может быть с этой самой Шурановой? Они говорят, мы не понимаем. Но то, что это не по синьке было написано, это стоп. По синьке пишут другое. По синьке пишут Путин. О, вот что пишут по синьке. Они говорят, я буду стилистом личным шамана. И вообще шаман-то восхитит. И лучшее, что случилось, я вообще открыла глаза, и теперь я в шоке от того, как я люблю шамана. То есть здесь у нее пошел какой-то вывих. Вывих серьезный по фазе. И учитывая все прочее, Ольга Шуранова очень обожает целоваться с девушкой. Мне очень интересна ориентация Ольги Шурановой. И потому что я хочу очередную лесбиянку вытащить из глаза. Это не одна тема. Как люди с недрозитационной ориентацией. Как люди, которые полностью живут и дышат европейской модой, как в случае с Шу. Европейский вот эти вот мышления, склад ума, да? Какой шаман? Ты любишь, Кортни Лав? Какой шаман? Куда тебя понесло? Куда ее понесло, мне непонятно. Почему начала отрабатывать эту повестку, мне непонятно. Про резкое такое открытие глаз и любовь к патриотизму и России, и тем более шаману, в это я не поверю никогда. Понимаете, ребят, сколько продажных, ЛГБТшных людей в Российской Федерации я в жизни себе просто представить не мог, дорогие мои. Что Лкаш Рогов, что его Саша Иванов, да? Который весь на зоже, потому что уже старенький гей. И если что пойдет не так, Саша Рогов его пнет. Подзад. Ребят, такая возня, такое лицемерие, такое зазеркание, которое я просто не могу перестать комментировать. Но это все очень интересно. И мы раскопаем все про Ольгу Шу, потому что мы всегда все раскапываем здесь. Вы знаете, ребят, вот буквально, причем буквально у меня сегодня же вышло с утра пораньше гаданье на Анастасию. Режь, что по этой ссылочке можете пройти, посмотри. Где я гаданье, где я гаданье? Ребят, летний отпуск. И у моей мамы тоже летний отпуск. И мы стараемся, пускай опаздываем на несколько дней, не нужно ничего требовать. Мы все равно выкладываем контент, даже когда очень устаем, даже когда на нашем летних каникулах, мы тоже продолжаем работать. Поэтому сегодня вышло шикарное гадание про Анастасию Решетого. Посмотрите, не пожалеете. Я напомню, в эту пятницу вышел пятничный вложек. Кому интересна моя жизнь, в отрыве о спите новостей, смотрите, там тоже очень терпящие 100 тысяч мне там подписчиков. Дорогие мои, вы знаете, мы вот в этом вот видео, по этой ссылке можете пройти, посмотрите, говорили про сына Нагиева, про Кирилла Нагиева. И я тогда такую серьезную информацию нарыли мы, что у Кирилла Нагиева серьезные проблемы с законом, очень серьезные проблемы. Он против СВО, против войны, да, и против него там инициировали проверки, чуть ли не возбуждение уголовного дела, чуть ли не внесение в инагента и впоследствии уголовное дело по поводу дискредитации войск Российской Федерации. И я не понял, что вообще за воздя, что-то тихо так все это прошло, но тихо, да не для наших пташек. Пишет мне наша пташка, так вот, как проходит золотая молодежь в службу, имея связи, да, происходит в заседственном комитете. И даже пишет она, наша пташка, я здесь пытаюсь просто очень вычленить то, что она говорила, чтобы не слить источник, здесь это критично. Я даже не знала, что такая служба бывает. Думала, мальчики едут на год, бегают по полям, а из хороших семей стоять в метро. Оказывается, нет. И туда попасть можно каким-нибудь дознавателем, следственный комитет, да. Так вот, говорили, что если им нужна, следственному комитету, какая-то информация закона о конфиденциальности в России сейчас не существует. Даже если он и существует, этот закон, он не действует. Поднимается все, вплоть до галерей, дистанционно. В том числе, без заявлений, прошений и разрешений буквально нажатием одной кнопки. Так что вполне возможно, что сын Нагиева это отмашка сверху, как предупреждение папке за какой-то поступок. А может быть и бизнес жены не ту дорогу взял. Просто размышления, ну а вдруг. Когда я говорил, вот в этом видео, по этой ссылочке можете просмотреть, про ситуацию с Нагиевым, мне никто не верил. Мне никто не верил. Не может такого быть. Нет у тебя там такой информации. Не мог там Нагиев стоять и жрать землю из цветочных горшков в кабинете Путина. Я не знаю. У меня здесь два вопроса. Про то ли интервью, которое дал Нагиев, проблемы у него начались после этого интервью, или был какой-то поступок, который Нагиеву, Дмитрию простить не могут. Он сейчас работает. И Ивлееву не посадили. То есть это не показатель. Но он на каком-то коротком поводке. Почему Нагиев, старший, на коротком поводке, я не могу понять. Почему сейчас против его сына, который якобы против войны, это вообще высосанная из пальца история, начинается уголовное расследование, я не понимаю. Что такое совершил Дмитрий Нагиев, что на него сейчас идут не просто нападки напрямую, но и через его сына. Неимоверно интересная история, которую я просто не могу перестать размышлять обо всем об этом. Что-то идет, что-то грядет в семье Нагиевых, и мы это обязательно выясним. Давайте еще раз повторим то самое видео, где Гордон, Катя Гордон, сделала свои тачки и размышляла о том, как одиноким бабам не стоит заниматься ничем с женатыми мужиками. Здесь отличная моя новая подруга и доверительница Степана меня поддержит, что мы все должны объявить, особенно в год семьи, холи вор. Вот всем этим девочкам, юным, тюнингованным, не тюнингованным, которые считают нормально иметь отношения с чужим мужчиной, иметь наглость, даже написать что-нибудь жене, и такие встречаются. Вот пишет мне Пташка, Антон, привет, про Катю Гордон. Видели вы это сейчас видео, да, это она, вот, это в год семьи, эти самые одинокие бабы, вы с ума посходили, вам сейчас устроим раздра и все такое. Антон, привет, пишет мне Пташка, про Катю Гордон. Она начала отношения с Жориным в 2011 году, или в 10, да, в 10 или 11, неважно. Так вот, на тот момент его сыну от гражданской жены Наталии не было и двух лет. Наталья занималась ребенком и ремонтом квартиры Жорина в Аллах Парусах, ЖК в престижном районе Москвы. А об отношениях ее гражданского мужа и отца ребенка с Гордон, Катериной, узнала из интернета. Причем Катя достаточно быстро узнала, что у Жорина неоконченные отношения, но не придала этому значения. Наталья очень страдала и точно считает Гордон разлучницей, зная, что это практически из первых рук, что Гордон жаба, что были разборки и треугольник. Теперь анонимно для тебя. Так, это я уже сказать не могу. И дальше добавление от Пташки. То, что на момент беременности Гордон от Жорина они так и жили треугольником, это известный факт. Он там мутузил беременную Гордон и к Наталье и к сыну приходил. Да, ответственность вся на мужике, но то, что Гордон с несвободным мужиком начала общение и хоть его отношения не были оформлены в ЗАГСе, они все равно были. Здесь давайте поговорим про орущую, сипящую, пьющую и тяжело Катю Гордон, которая сейчас в гневе потрясает своими сморщенными кулачками и говорит, вы посмотрите, какая ужасная решетова. Мы сейчас всех здесь распатронем. Мы сейчас все это здесь сделаем. Нельзя, не гоже свободным женщинам лезть на женатых мужиков. Гордон, объясни свое прошлое, объясни, как ты с Жорином начинала свои отношения. Я вам напомню, Жорин сейчас защищает, решет его, Гордон защищает Екатерину, или как там ее, Степану, Екатерина Степана, психолога, против которого решетова подала в суд. Вот как так, как это, как называется? Она повзрослела, она поумнела? Да не поумнела и не повзрослела, она постарела, а сейчас у нее уже просто есть мужи, и сейчас вроде как давайте на мои прошлые грешки, так знаете, забудем, что это вообще было. Я вообще не такая, это не в моей крови ходить и спать и рожать с женатым мужиками, пусть в гражданском браке, свободные отношения, или как-то там было у них, да? Лицемерие, везде лицемерие. Каждая, прости господи, будет петь то, что ей выгодно и то, что ей необходимо спеть. Ребят, Катя, интернет помнит все. Ты посмешище и дискредитация всея адвокатской вообще ипостаси. Ты позорище адвокатуры. Поэтому сейчас смотреть, как ты че-то там пытаешься разоряться и шеймить женщин, которые ухлестывают за мужиками, которые не свободны. Ну, с твоим ли свиным рылом в этот калашный ряд лезть? Отвратительно, ребят, это все. Лицемерие. Люди думают, что люди забывают. Антоша ничего не забывает. Если у общей массы людей память, как у золотой рыбки, Антоша помнит все. Равно, как его пташки. Отвратительно. Ори ты больше. Знаете, тоном своим зычным орет в телефончик. Голову проверь, тетя. Сидишь ты на эмоциях. Доносишь свою супер важную мысль. Клейма негде ставить на твоей помятой рожь. Такое вам, да? Давайте пообщаемся в комментариях. Неимоверно интересно пообщаться. И вы знаете про Валю? Валя, Валя. Валя Иванова. Не отпускает меня жена Тима. Тянует прям, конечно, цирк. Это кринж в квадрате. Привет, Антон. Писала мне пташка. Я тебе же писал про Валю, про ее связь с Листерманом. Листерман легенда, дорогие мои. В эскорт мире России. И, ну, такое. На днях встретился с одним очень и очень серьезным дядей. Он лично присутствовал на заключении сделки между Листерманом и его другом. Тот себе жену искал по параметрам. Я спросил, а как так выходит, что такие кривые бабы, как Валя, находят богатых мужиков, когда вокруг столько красоты? А он ответил, что у Листермана целая коллекция таких девочек, которые ни о чем внешне, но готовы лизать все места, которые другим девочкам покрасивее и принципиальнее лизать даже за деньги не захочется. Очень часто таким мужикам больше ничего не надо. Есть запрос, чтобы не ревновала, чтобы в пятую точку целовала, чтобы в рот ноги засовывала, образно говоря, да, и так далее и тому подобное. Бывает, что ищет женщину маленькую, аккуратную, чтобы готовила как бог и это самое делала как пулемет. Либо чтобы ими было странное или странное происхождение корня. Короче, мир богатых мужиков это своя атмосфера. Листерман, кстати, не буду, дружит с менеджером агентств, в том числе модельными, не только эскорт. Как раз для мужиков, кому девочки с репутацией почище нужны. Но, увы, сейчас почти любая модель это эскорт и такой, знаете, эскорт. Прости господи, да? Сейчас же девушка каково? Лепса выкладывает это видео, пожалуйста, вам, да? 18-летняя невеста Лепса продолжает демонстрировать колечко от деда, как пишут в паблике. Пишут, что в комментариях я никак не задеваюсь, что она не новая интрижка Григория Лепса и не запасной вариант. Ей деньги не нужны, у нее богатая семья. Читаем, значит. С самого рождения я расту в парниковых условиях, пишет эта самая эскортница, и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Комментарии по типу «самый лучший дед» и все остальное меня абсолютно никак не задевает. Друзья, огорчу вас, у меня прекрасная самооценка. Я не новая интрижка Григория Лепса, не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал. Верно? Верно. А это же что-то да значит, задумайтесь, друзья. У меня есть определенные цели на эту жизнь, и одна из них — это семья. Крепкая, дружная, с традициями, чтобы в горе и в радости. Жанька, Аврора, смотри. Ты сколько угодно можешь говорить о том, какая у тебя огромная любовь к Григорию Лепсу. Я напомню, ей 18-61. Когда она подписывала этот самый контракт на сопровождение Лепса на регулярной основе, ей не было и 18-ти. Я видел рассылку, которую получали девчонки из эскорт-агентств на предложение, что Лепс ищет жену. То есть вы слышите, да, только что у нас была история про Листермана и девочку Валю, и как вообще заключаются договора мужикам, мега богатым мужикам, им не нужна любовь. Нет, вы можете сказать, что нет, там, вы можете жить в мире с розовым фони сколько вам угодно, и я вас не виню в этом, это ваши дела, это ваша ситуация. Милые мои, если вы искренне надеетесь, что вы покорите мужика, и он влюбится в вас, и вы въедете в его миллиардный дом с его миллиардным состоянием, девчонки, ну просто опуститесь на землю. Если такое это и случается, это случается как раз один на миллион, и по очень большому блату, и по очень серьезному истечению обстоятельств. Мужикам в такого толка, да, которые полностью по уши в бизнесе, в шоу-бизнесе, неважно, им важно не ухаживать, не флиртовать, не прилагать какую-то массу усилий, чтобы получить в итоге все равно базу, то есть постель. Это цинично, я согласен, девки, это цинично до невозможности, этот цинизм, он просто зашкаливает, но это так оно и есть. Девчонки из эскорта, пожалуйста, подтвердите мне вот эту всю историю. Поэтому мужики ищут, это называется поиск жены. На самом деле это долгосрочные контрактные условия, на которых девчонка живет с мужиком, делает все, что он захочет. Ему не нужно упрашивать, ему не нужно жить в ситуации, когда у нее болит голова и настроения нет. Она всегда готова, она всегда на все, на все. Она всегда все сделает, когда щелкнутся пальцами, не потому что это унижает ее достоинство, а потому что ей очень хорошо за это платят. Понимаете, ребят? И девочка Аврора с разницей Лепса более 40 лет, ну зай моя. Ну давай рассказывай про свою богатую семью, рассказывай дальше, рассказывай про то, как у тебя большая любовь и все такое. Продолжай рассказывать. А я видел все эти переписки, и я знаю, какой агент тебя конкретно подогнал эту работу. И ты даже была не первая в числе девчонок, которые пробовались у Гриши Лепса. Но, понимаете, я понимаю, вот наше видео, оно там, ну, 350-400 тысяч просмотров, то есть 400 тысяч человек, в принципе, услышат, правда, да? А 10 миллионов поверит Авроре с гигантским булыжником на пальце, которая говорит, что у нее большая любовь. Мне пишут, ты знаешь, сколько карте стоит у нее? Я знаю, сколько стоит карте, которую она носит, я знаю, сколько стоит булыжник. Ребят, вам никто не говорит, что девочке Авроре это было передано в безвозмездное и постоянное пользование. Она выйдет, она придет, она сдал свой булыжник на хранение в банк. И на этом все. И пойдет дальше отрабатывать контракт, скажем так, обнимая Гришу Лепса. Цинично, цинично. Но это было во все времена, и я не шокирован. Единственное, что я не люблю, ребят, это вранье. Вот это я не люблю, и поэтому на вранье мне очень нравится их всех ловить. По факту это все вранье. Если бы они молчали и не устраивали этих самых цирков со свадьбами, с кольцами и невестами, да, ну такое, да. Санька моя, 18 лет с Гришей Лепсом. Нет, с одной стороны, ты, конечно, вытянул денежную лотерею. Хотя я не думаю, что там такие же деньги платятся. А с другой стороны, ух, как же тебе, детка, жалко, когда ты сидишь с Гришей Лепсом. Полубухим перманентно. Полубухим Гриша Лепса. И у этого деда реально делаешь его счастливым под шоковыми простынями. Немножечко такое, да, гаггинг, рефлекс уже такое у меня появляется. Интересно, что это ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Давайте порадуемся за Аврору. Искренне вот за Аврору порадуемся, потому что... Ну, а что бы нет, да. Летние каникулы. Надеюсь, звук записался хорошо. Подписывайтесь, ставьте лайк. Это реально ничего вам не стоит. Это очень-очень поможет мне в продвижении нашего видео. Обязательно подписывайтесь. У нас сейчас рост канала большой. У нас все подписываются. У нас самое, кто не знает, кто случай, кто первый раз попал на это видео, у нас самое крутое сплетническое комьюнити на планете. Русскоязычное сплетническое комьюнити. Мы тот блупринт, мы тот парамонт в мире сплетен. И круче нас хотят быть, как мы, но не могут, потому что мы здесь уникальны. Поэтому вступайте в ряды сплетников. Мы здесь очень-очень крутые. Рассмотрят все, особенно те, кого мы здесь обсуждаем. Очень благодарен донатам, но не прошу донаты. Ребят, все, что я прошу, донат свой отправьте местному приюту для бездомных животных. А в случае с папочкой сплетников, если вам посчастливилось сейчас жить в свободном мире, в Европе, Америке, Азии, Украине, Казахстане, пожалуйста, YouTube проигрывает рекламу. Рекламные ролики сам YouTube вставляет. Не пропустите пару роликов, не скипайте их. И таким образом, не потратив ни копейки, а лишь минуту вашего времени, вы очень поможете папочке сплетников производить видео на этом канале каждый ваш день и радовать вас свежими горячими сплетниками. Я вас всех обожаю, сплетники. Наслаждайтесь летом. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok